Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в обзор новой версии Майнкрафта, точнее 1.9 нового снапшота. Иии, как обычно, мы уже привыкли к этому. Новые снапшоты всё продолжают и продолжают и продолжают нас удивлять. И в этой серии вы увидите достаточно-таки много изменений и даже приятных вещей, которые меня, если честно, даже порадовали. Но перед этим я бы очень сильно хотел вас поставить лайк, ведь если мы наберём 700 лайков, в первую же очередь это будет очень для меня приятно, потому что каждый ваш лайк для меня ценный. И также, если мы наберём 700 лайков, то завтра выйдет какое-то дополнительное видео, потому что чем больше лайков, тем больше видео выходит. Не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на ваши вопросы под видео в комментариях. Хотите проверки, хотите нет, и не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью, поэтому я прям тебя попрошу подписаться на мой канал. А мы, ребята, сразу же приступаем. Вы видите, за мной там уже находится одна крутая... крутая постройка. Но мы пока что её не будем рассматривать. Что мы будем рассматривать в первую очередь? Давайте посмотрим небольшие изменения. Добавились новые секретные команды с помощью F3 и вот этих всех опций, да? Все мы привыкли. F3 это информация, да? Вот. И инфа просто. Дальше. Какие изменения внесла эта новая версия? Если нажать F3 плюс Alt, вы видите то, что снизу появляются какие-то графики. Я, если честно, не понял, что это, потому что если посмотреть, то у меня на данный момент 180 фпс. А там что-то показывает 30-60. Я, ребята, ещё не... Ну вот, может, это прыжки фпс, может, что-то в этом роде, но я пока что ещё не разобрался. Что у нас может быть дальше? Если мы нажмём F3 плюс Q, то у нас появятся все, 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 еще раз повторюсь, команды, которые может использовать любой плеер. То есть, все секретные команды, которые вы можете использовать. Допустим, ещё раз. F-A, F-B, то есть, вот эти все-все-все команды, и написано, какая комбинация, какую комбинацию нужно ввести, чтобы команда заработала. Также, если, например, вы сейчас ведёте одну из команд F3 плюс A, это обновить чанки, чат вам напишет то, что вы обновили чанки. Но это ещё не всё. Если вы также будете обновлять гейммод, то, допустим, то, допустим... Вот, видите, я опять обновил, я включил дополнительную информацию про предметы, и мне чат написало то, что всё-таки это было включено. Да, ребята. Плюс там ещё что-то есть. Ага, вот что ещё есть. Давайте я включу утро. Что ещё есть? Если мы будем нажимать F3 плюс F, с каждым нажатием вы увеличиваете дистанцию. То есть, не нужно вот сейчас заходить на рендер дистанции вот тут. В принципе, можно, да, если вы так привыкли. Но вы можете просто нажать F3 плюс F, и вот вы увеличиваете. Также, если вы нажмёте F3 плюс Shift плюс F, то вы уменьшаете. В принципе, очень даже полезно, если вы хотите там на плюс один увеличить, на плюс один уменьшить, это намного полезнее. Приступаем дальше, ребята. Секретные команды мы уже рассмотрели. Больше крепостей. Все мы знаем, что в мире существует крепость, да, с помощью которой собрать все вот эти глаза эндера, да, и вы сможете попасть в мир эндера и убить дракона. И такая крепость существует одна в целом мире. Сейчас их будет, этих крепостей, не одна, не две, а 128. Я не преувеличиваю, я не шучу. 128 крепостей в целом мире. Ну, я не знаю. Ну, если раньше крепость была нереально, если ты её случайным образом находил, когда ты там рылся в шахте и добывал какой-то несчастный уголь, и случайно наткнулся на крепость, цитадель нафиг, ты прям офигевал. Если ты даже искал долго, у тебя уже куча ресурсов, ты искал, искал, продолжал искать, нашёл, то прям офигеть, какое ощущение, когда это ты нашёл. А сейчас их будет не в 2, не в 5, не в 10 раз больше, а их будет 128 штук в вашем мире. Вы можете прям пойти туда, копнуть уголь, найти крепость, пойти в другое место, копнуть уголь, найти ещё одну крепость, и у вас так будет 100 крепостей. Я не знаю. Давайте мы это оставим себе на нашу башку и будем думать, кто как хочет, круто это или нет. Мы сразу же, ребята, приступаем к следующему. Изменение дропа с мобов. Вы можете изменять дроп с мобов. Как это всё работает? Допустим, Time Set Night. Мы включим ночь, чтобы сейчас зомбарь не сгорел. Мы заспаунили зомби, вроде с виду обычный зомби. Но, если мы его убьём, смотрите, что с него выпадает. С него выпало яблоко, с него выпала золотая бронь для конячки, с него седло выпало, порох, редстоун, пластинка, нить. Как это? Как это? То есть, вот давайте ещё раз заспауним. Вот, один, два, три. Смотрите, что с него опять выпало. Железо, седло. Это круто. Потому что вы можете изменять дроп мобов. У вас есть тут специальная команда, я даже её оставлю в описании, где вам нужно, допустим, команда блоки прописать. Суммон зомби, суммон крипер, например. Да тут пофиг, скелетон, да, вот, допустим, скелет. Мы сейчас убьём скелета. И с него выпадет вот этот лут. Бирка. Ведро. То есть, офигеть, мы ему поставили дроп. Вот, смотрите. Суммон скелет. И с него выпадает Dead Loot Table, Minecraft Chest. С него выпадает Simple Dungeon. То есть, с него выпадает лут. Вещи, которые вы сможете найти в обычном, в обычном данже под землёй, когда вы где-то роетесь в шахте. Может, это даже круто. Может, это даже круто, в принципе, даже полезно для тех же мини-игр, или даже для обычного выживания, для какого-то кастом-выживания, да, что не просто так, а что-то реально необычное. Но давайте приступим к самому интересному, что добавили в этой, в этой, в этой новой версии. Добавили, ребята, иглу. Да. А, если по-русски сказать, то это дом, который состоит с льда и снега, в нём живут эскимосы, да. Ну, для меня лучше вот так звучит, я бы сразу же понял, если бы мне сказали, что это эскимосское жилище, да, там, где живут эскимосы, чем сказать иглу. Поэтому, мне кажется, так намного проще. Что это такое? Вы случайным образом можете путешествовать в зимнем биоме и можете находить такие, такие приятные даже на глаз постройки. То есть, вы можете, например, ночью тут ходить, бродить, где-то там монстры, и просто-напросто забежать и тут переночевать. Потому что вы тут сможете найти одну кровать, один верстак, одну печку. Я не знаю, можете тут спамиться что-то в печке или нет. Сейчас, когда я вот это нашёл, ничего нету и один редстоун факел. Я не знаю, зачем. Ну, просто для освещения. Или просто-напросто для очень ленивых, которые заспанили, сделать прям вот тут дверь, сразу поставить дверь и жить в таком приятном даже домике. Потому что он реально очень даже крутой. Как часто он спамится, но я искал где-то час, и за час я нашёл вот таких пять штук. То есть, они редко спамятся. Я соглашусь, у вас не будет, что вот тут один вот этот игл, потом где-то вот тут один, потом вот тут один, потом вот тут один. Я нашёл два зимних биома. Они нереально большие. В каждом зимнем биоме я нашёл где-то по две, по три такие штуки. Я нереально долго летал. Я находил по три вот этих биома с этими ледяными шипами. Но я находил в то время два вот этих игл. То есть, они реже спамятся, чем вот эти биомы. Но это еще не все В этих иглу может заспамиться особый данж внутри Секретная лаборатория, можно сказать То есть вы можете находить обычные эти иглу Допустим, давайте посмотрим Под этим ковром может быть секретный данж То есть, вот где он может быть Вот тут по центру, под этим ковриком, может быть секретный данж Тут его нет Тут должен быть люк Но за тот час, что я летал За тот час, что я летал Я наконец-то нашел его Вот он, ребята Вот он Секретный данж Вот вы также находите вот эту фигнюшку Иглу И вот так же вы тут ломаете, 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 ломаете Но тут может быть секретный данж Вот он Это не я строил Я даю вам слово Это не я строил Вы можете зайти на официальные сайты новостей по Майнкрафту И прочитать то, что в этих изменениях есть какой-то процент Что заспамится вот этот секретный данж Вы не думайте, я вас, ребята, не обманываю Но это офигеть, как редко спамится Я говорю, я час искал Я нашел где-то вот этих 5 штук Из 5 штук заспамился только один иглу с этим данжем Я уже прям хотел сдаваться Иду я записывать серию Я просто скажу своим подписчикам Что, мол, там есть какой-то шанс заспамиться секретного данжа Спам секретного данжа Но секретный данж я не покажу Потому что я его, к сожалению, не нашел И в ту же секунду я его нашел, ребята Поэтому давайте посмотрим, что же тут у нас есть Не я его строил Это так, ребята, построено Это так сделали разработчики Майнкрафта Вот такой данж То есть, что мы тут сможем найти? Вот этот данж Вот тут вы сможете найти сундучок Сможете найти опять 2 коврика Давайте я немного потише сделаю Я не знаю, в принципе, под этими ковриками нет Ничего нет А можно проверять И может там даже иногда спрятанные сундуки будут Котел с водой Столик Зелье И И И круто Топорик Пшеницу Яблоко И золотое яблоко То есть, смотрите, какая у нас комбинация Все же знают, зачем это сделано, да? Допустим Вот, у нас обычный виллиджер И зомби виллиджер Все знают, зачем это сделано Мы в него кидаем зелье И даем ему золотое яблоко И он начинает превращаться в обычного жителя Кто не знал Вот так вы сможете превратить зомби-жителя в обычного жителя Ну, кто не знал Тут даже нарисована небольшая такая подсказка Что он продает? Ну, продает он всякую фигню То есть, золото за изумруд И Гнилая плоть Точнее За изумруд гнилую плоть, да В принципе, когда вот этот превратится Вы, наверное, тоже с него можете что-то купить Но я сейчас не буду пару часов ждать, пока он тут превратится Но вот, ребята, вот такой небольшой данж То есть Вот, вот, вот Дайте я Дайте я подпрыгну Вот так Дайте этот факел сломаю Вот он, ребята, данж То есть, ну, прикольно Я не скажу, что это плохо Это очень даже прикольно Это офигеть, как круто Потому что намного и намного и намного больше разнообразия И это реально очень даже меня порадовало Да, ребят Давайте мы тупикнемся Опять На первое наше место, где было Вот тут, да? Вот тут И, в принципе, на этом, ребята, мы даже уже будем заканчивать Я хочу сказать вам огромное спасибо Кто досмотрел это видео до конца Потому что я рад каждому Просто я очень ценю своих подписчиков Я также буду очень сильно рад Если вы будете также ценить меня Все, что я от вас прошу Это просто поставить лайк Я буду очень сильно этому рад Набираем 700 лайков Завтра же выходит обзор следующей версии снапшота Честное слово, ребята Также не забываем оставлять свои комментарии Ведь я отвечаю на вопросы своих подписчиков Можешь проверить, если не веришь Оставь свой комментарий под этим видео Увидишь, что я на него отвечу И также подписываемся на мой канал Не поленитесь, ребята И вступите в нашу большую дружную семью Я буду рад прям каждому новому подписчику Я к тебе буду относиться Прям как действительно к своему другу Поэтому не стесняемся и подписываемся Ребята, всем спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока